Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Всех вас поздравляем с весной духовной. Именно так правильно воспринимать Великий Пост, который начался и второй день, которого сегодня идет, ну, заканчивается, да, мы встречаемся с вами вечером. Вот мы поговорили в прошлой нашей передаче о прощении, о том, чтобы сначала, прежде чем подойти к Богу, просить прощения, нужно научиться дать это прощение людям, которые к тебе подошли. Ну, в общем-то, мы читаем это за каждой молитвой, утренней, вечерней. Каждый раз, когда произносим молитву «Отче наш», мы произносим «И остави нам долги наши так же, как мы оставляем должником нашим». И поэтому, конечно, практикум духовной жизни начинается в прощенное воскресенье. Хочешь быть прощен всецело, хочешь, чтобы тебе грехи были отпущены полностью, а не частично, не с какими-то оговорками, а безоговорочно и безусловно, научись так прощать своего ближнего. Ну, немножечко вернемся, если вернуться в масленичную неделю, мы с вами знаем, что там каждый день посвящен приходу в гости. То мы приходим к теще, то мы приходим к свекрови, то теща приходит к зятю, то свекровь приходит к невестке. И для чего это? Ну, это вообще-то самые конфликтующие зачастую люди, родные и близкие. И вот этот конфликт отцов и детей, он, собственно, решается за трапезой. То есть примирись абсолютно со всеми, со всеми теми даже, кто на первый взгляд хочет, может быть, даже тебя поставить на место, унизить и так далее. И вот мы вступили в Великий пост, и первая неделя поста — это подготовка, по сути дела, к общей исповеди, когда все христиане всего мира, все православные христиане, все прихожане на своих приходах стараются на этой неделе исповедоваться и причаститься. Эта общая исповедь совершается в пятницу, и общее причастие происходит в субботу. И вот сегодня в нашей студии мы поговорим о таинстве покаяния с отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Давайте поговорим о самой эволюции таинства покаяния, потому что у нас очень много передач этому таинству, этой проблематике уже были посвящены, и люди нас регулярно слушающие, слышащие регулярно слышали, в том числе, о таинстве покаяния. Редко мы говорим о том, что это таинство имеет точку отчета, и оно, в общем, дошло до нас в неком искаженном виде. Вот, может быть, поговорим о первоапостольской общине, о том, что это таинство представляло из себя, и какова его суть, которая впоследствии, когда христианство перестало быть гонимой религией, вышла из ранга некой секты в ранг даже государственной религии, что-то было утрачено. Ну, я не думаю, что как-то искажение, я бы назвал эволюцией. Вот, на самом деле, многие вещи в церкви, они претерпевают некое видоизменение, и это нормальный процесс роста, развития, потому что церковь — это не каменные скрижали, церковь — это Христос, это живой организм. И так же, как любой другой живой организм на земле, он растет, как-то укрепляется, так же и церковь приобретает какие-то новые черты, новые качества, но в рамках заложенного семени, да, в рамках Христа. Как говорит апостол Павел, кто бы что ни строил, основание должно быть Христос, тогда это будет церковь. Вот, поэтому какие-то постройки возводятся, да, храм Духа Святого, он строится на земле, но приобретает какие-то некие черты. Эволюция в чем была? Вообще, первая апостольская община и несколько веков спустя, по крайней мере, там, до второго, до третьего века, как такового таинства покаяния, ну, его почти, можно сказать, и не было. Потому что христиане воспринимали себя святыми, христиане воспринимали себя избранными, и на самом деле, если мы внимательно почитаем Новый Завет, в частности, послание апостола Павла к евреям, то там четко сказано, что жертва за грех уже принесена. То есть, если мы немножко откатимся в Ветхий Завет, человек приносил жертвы за грех, это были телята, козлята, животные, пшеница, что угодно, что он мог. И в этом выражалось его покаяние, что он осознавал свою греховность, он приносил Богу жертвы. И причем эта жертва была заместительная. То есть, по сути, свой грех он перекладывал на это жертвенное животное и заколал не себя, животное, но животное уже являлось носителем греха. В этом, по сути, являлась такая воспитательная, педагогическая цель Ветхого Завета дать людям понимание того, что грех рождает смерть, приводит к смерти. Вот эта связка. Грех и смерть. Грех, кровь, смерть, болезнь. Ну и с одной стороны, и с другой стороны, это рождало невероятную степень ответственности. Потому что это вот нам сейчас так кажется легко, да, там, мы скорее сейчас будем защищать права животных. Как же так животных там закалывали? Но поверьте мне, когда заколоть должен был сам согрешивший, вот, жертва за грех приносилась самим согрешившим, и когда ты сам должен, это с учетом того, что там в культуре этого народа скотоводческого вполне нормальное, да, там, зарезание животного, там, трапеза с этим мясом и так далее. Но в любом случае, когда ты закалываешь живое существо, ты понимаешь, что оно умирает за твой грех, за тебя, из-за тебя, это рождает невероятную степень ответственности. Потом же там еще был обряд окропления вот этой кровью жертвенной на человека. Тоже вот нас сейчас святой водичкой кропят, ну, благость испытываем в этот момент. Я думаю, что большинство из нас не выдержало бы, когда вот той кровью, причиной которой является твой грех, тебя окропили, чтобы мы это спокойно воспринимали. Ну, это Ветхий Завет является прообразом, да, является где-то водителем, педагогом ко Христу. И в Новом Завете какая жертва за грех, апостол говорит, это Агнец и Иисус Христос, распятый за наши грехи. Поэтому что мы можем к этой жертве добавить? Да ничего, собственно говоря, да. Но и протестанты делают из этого, как бы, вот грань у истины две, да, вот это как острое лезвие. Мы вчера на клубе говорили, что православие, царский путь, это вот как раз узкие врата и узкая грань, с которой очень легко съехать, либо в ту сторону, либо в другую. Вот такая простая истина. Жертва за грех принесена. Это реально так. Мы ничего не можем к ней добавить. Никакие наши раскаяния, покаяния, молитвы. Потому что многие христиане, как выяснилось даже вчера на диалоге, считают, что их молитвы, их посты — это некая жертва Богу, покаянная в том числе. Но если мы будем так считать, значит, мы жертву Христа нивелируем тем самым. То есть она была недостаточная в чем-то. Мы так мыслить просто не можем. Это абсолютно достаточная, полноценная, даже превышающая наше сознание жертва. Потому что Сын Божий заколается за мои грехи. Что я еще могу к этому добавить? Да ничего. Но если мы остановимся только на этой грани, мы можем скользнуть в протестантизм, который говорит, ребят, хорошо, жертва принесена, ну и все, подпиши Библию, что ты принимаешь эту жертву в свою жизнь, Христа принимаешь, и ты спасен. Но остается вторая грань этой истины, когда апостол говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть, да, со стороны Бога это оточено, со стороны Бога это даровано. Но ты либо входишь в это, либо нет. А процесс вхождения, он, конечно, намного сложнее, чем просто подписать книжку. Процесс вхождения в это, это и есть, по сути, покаяние, пусть покаяние, пусть всей жизни. То есть, вот, в принятии этой жертвы. И в этом как раз та принципиальная разница Ветхого и Нового Завета, которая ускользает от наших глаз, даже вот от православных христиан. Спрашивают человека, в чем разница, почему нужен был приход Христа? Ну, вот, в чем вообще путь святости, да, исполнение заповедей? Так это все было и до Христа. В чем тогда путь святости Нового Завета? И оказывается, что да, Бог даровал людям раньше жертвы, там, за грех очистительный, кропил кровью. Но мы теперь этой кровью кропимся совершенной жертвой. Кровью Христа мы ее принимаем внутрь даже. Даже более, да, как бы усиливается. Там человека просто кропили этой кровью. Здесь Господь этой кровью питает грешника для того, чтобы его очистить, для того, чтобы его изнутри восстановить в том звании, в котором он призван. И путь святости Нового Завета уже во Христе открывается. Уже какие-то вещи, мы понимаем, были прообразом лишь только. Потому что человек не в силах исполнить заповеди. Человек не в силах достигнуть святости сам, да. А вот входя в жертву, принимая ее, с одной стороны, да, и со страхом и трепетом совершая свое спасение. То есть вот это, с одной стороны, дело Божие, с другой стороны, дело наше. И вот это острое лезвие, с которого невозможно, ну и очень сложно не соскочить, с одной стороны, с другой стороны, нужно удержаться, чтобы не впасть в протестантизм, с одной стороны. С другой стороны, не впасть в заблуждение, что я могу, или даже расхожее мнение, ну это чаще среди невоцерковленных, что надо замаливать грехи. То есть это вот в нашем обществе сплошь и рядом можно услышать, в трамвае, в обществе где-то, что надо пойти замолить грехи. То есть у человека, на самом деле, еще ветхозаветное представление о Боге, что он нуждается сейчас в чем-то, чтобы твои грехи простить. Хотя по факту, да, они прощены. Но пока ты вне покаяния, пока ты не понимаешь, что ты вообще в этой жертве участвуешь, что ты в этом распятии тоже участвуешь, конечно, трудно сказать, что ты спасаешься просто автоматом, потому что Господь эту жертву принес. Ну, все сказанное ясно. Другой вопрос, что, может быть, надо чуть-чуть, может быть, просто о вере, да, резюмировать. Итак, вот первый этап становления церкви в период апостольский сопрягался с очень четкой мыслью, что я приглашен на брачный пир, меня позвал Христос, ничего заслуженного я не сделал для того, чтобы это произошло. То есть в жертвах моих он уже не нуждается, он сам себя в жертву принес. «Мой удел войти и соответствовать тому, к чему меня призывал Христос». То есть вот дальше момент вот этого покаяния, раскаяния, который есть, это постоянное оттачивание себя согласно евангельской истине. Я, может быть, да, немного погорячился, когда сказал, что первые века, там, до третьего этого не было. Мы даже можем наблюдать некий момент раскаяния уже в послании апостола Павла Коринфянам, когда он говорит «предать такового сатане во измождение плоти, чтобы дух спасся хотя бы». И потом мы видим во втором послании Коринфянам, как апостол Павел смягчает и говорит «вообще-то надо его простить», потому что, видимо, раскаяние как бы человек проявил, да. То есть, ну вот это как бы зачатки, в чем-то, наверное, зачатки таинства покаяния, когда, да, мы сталкиваемся потом, когда мы принимаем это прощение, когда мы принимаем эту жертву, когда мы осознаем свою ответственность со страхом и трепетом совершать спасение, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что мы падаем. Мы сталкиваемся с тем, что мы не соответствуем Христу, что мы не подставили там вторую щеку где-то, что мы не простили человека где-то, что мы проявили холодность, высокомерие, гордость, и тем самым отпали от Христа. Но наиболее явно уже плотно таинство покаяния входит, конечно, в моменты гонений. Особенно таких массовых гонений, как императора Деки, одно из последних таких массовых, когда очень много людей отпало, очень много. И это на самом деле ведь переживалось, как, ну все, я вычеркнутый из книги жизни, я добровольно принес жертву идолам из страха наказания, из страха смерти, и я сам предал Христа. И вот перед церковью стал вопрос, как быть? Остаться горсткой верных, но вот чистых в чем-то, да? Или этих людей, которые стучатся обратно, которые осознали, да? Вот как Петр, он же тоже отрекся, он же тоже предал, но он рыдал, но он просил, он искал этого прощения, и ведь Господь его не оставил, вот в его беде, да? В его вот печали, отчаянии, отчаянии, отверженности, он его восстанавливает. И церковь решила так же. То есть вот таинство покаяния в моменты гонения и после гонения плотно входит в жизнь церкви, потому что человек, который стучится, да? Ну вот он проходил, конечно, через какие-то стадии, да? Там в древней церкви были чины, там, припадающих, слушающих, то есть люди, которые в определенный момент покидали собрание. Им давался срок на исправление, им давался срок на покаяние. Да, это, кстати, тоже очень важный момент. С прошлой программой, которая коррегирует. Да, да, да. Вот это вещь, которая тоже у современных христиан практически отсутствует. Прежде чем о ней скажу, скажу о замечательной статье отца Александра Шмемана и нашим телезрителям я очень рекомендую почитать об эволюции таинства покаяния, где он как раз очень четко говорит, что вот в момент прекращения гонений, когда церковь стала разрешенной, когда церковь стала государственной, когда сам император стал христианином, и церковь неуклонно пошла по пути некого обмерщения, вплоть до того, что теперь рядовой христианин называется мирянином, впитавшим в себя мир, то бишь, или пришедший из мира. И опять же таки формируется некое пространство, в котором христиане становятся все вот такими прям благополучными, замечательными, добрыми внешне людьми, а вот эта вот работа внутренняя по самоочищению, по постоянной саморефлексии, постоянному спрашиванию себя, насколько я соответствую званию христианскому, уходит вглубь, уходит даже, можно сказать, на дно, и становится предметом диалога пастыря и мирянина в буквально минут 10-15 во время исповеди, уходит очень важная составляющая, уходит очень важное понимание, главное понимание таинства покаяния, что вообще-то к нему, то есть вот эта вот вещь, в которой вы, дорогие братья и сестры, может быть, участвуете, когда приходите на таинство, это всего лишь финальная точка в древние времена. А был долгий период раскаяния, вот то, о чем сказал отец Николай, были особые чины, особые деления кающихся, кто-то пеплом себя посыпал у паперти, кто-то был вопрошающим, чтобы о нем молились все те, кто входит в церковь, то есть был длительный период раскаяния. Потом, собственно, чин покаяния, и вот эта финальная точка, когда над тобой считается разрешительная молитва. Два этапа из трех у нас сейчас отсутствуют. Максимум подготовки к таинству покаяния — это, ну, там, не знаю, накануне перед исповедью сесть, листочек какой-то составить, некую хартию грехов, которую потом священник с легкостью разорвет. Я, впрочем, перебил, батюшка. Ну, вот в чем-то, да, и то, что важно, о чем упомянуть, чтобы понять эволюцию современного чина, то, о чем вы сказали, там, 10-минутная какая-то исповедь перед батюшкой. Да, ранее церковь, она знала общее покаяние, когда на самом деле, осознавая, что мы единое тело Христово, человек понимал, что его грех лежит на грехе вообще, и он вопрошал общину, знаете, братья и сестры, я вот так вот согрешил. Вы сможете мой грех понести или нет? Потому что я очень мучаюсь от этого, совесть меня мучает. И уже решала община, да, она брала на себя ответственность, что человек с этим грехом, мы его прощаем, и мы идем с ним вместе дальше. И это тоже вот момент искренности, он, эта точка сейчас, на данный момент, утеряна, как говорил Антоний Сурышский. Если сейчас выйдет человек и скажет, я вообще-то карманный вор профессиональный, то очень мало человек сможет задержаться и не проверить, на месте ли его кошелек. И это не будет принятием человека, это будет, ну, ему больно это видеть, и это не будет покаянием для него. Это будет осознанием того, что тут люди, которые тебе чужды, которые ты для которых чужд, твой грех для которых чужд. То есть они сами не в покаянии. Вот. Кроме того, вот в церкви, да, вот вы сказали, уходит покаяние, да, уходит чистота жизни, потому что смысл христианства не в красивых лозунгах, а в том, как ты живешь. Вот в этом, да. И Христос так и говорит, что люди узнают, что вы мои ученики, потому что между вами будет любовь. Если ее не будет, то это все напрасно. Золотые купола, свечи, кадила. Если нет любви между людьми, то это фарисейство, это пустота, и люди это, к сожалению, люди это чувствуют. Вот. Но церковь очень интересно отреагировала на обмерщение, да, на приток людей, которых во время гонения ни за что бы не приняло христианство. Церковь рождает монашество. Вы появляете люди, которые говорят, мы не согласны вот с такой позиции. Мы не согласны быть слабосольными христианами. Мы не согласны на компромисс. Мы не согласны на компромисс с грехом, на компромисс с миром. И вообще-то мы уходим в пустыню, там, где вашего мира вообще не существует. Там, где есть только вот жесткие условия природные, больше ничего. И это было уникально, это было удивительно, потому что это был подвиг не только духовный, но и подвиг мужества. Ведь пустыня считалась обитающим злых духов. Человек уходил не к легкой жизни, человек уходил в царство сатаны. И мы видим в житии первых подвижников Антония Великого, как описывается, как он с синяками просыпается. С утра его находят, даже не просыпается, его находят ученики всего избитого и поломанного. Это гнев сатаны на то, что он там поселился в этой пещере, где-то в пустыне. Это великие подвижники, на самом деле. И там это нисколько не оскудевает, но рождается даже новая практика. Монашество в течение времени рождает практику открытия помыслов, когда более опытному, более духовному человеку монах, молодой, неопытный, приходит и открывает. «Отче, я вот думаю вообще-то об этом». Меня такие мысли чаще всего посещают. Как мне с этим быть? Куда я вообще движусь? Ты меня направь, подкорректируй, чтобы я не ушел не направо и налево, а шел прямо ко Христу. И вот в чем-то современная стадия существования таинства покаяния у нас, это такой синтез того покаяния, когда человек отрекался от Христа, а потом приходил и поэтапно проходил, плакал, припадал, посыпал пеплом, рвал на себя одежду, но шел ко Христу. А потом его прощали, община принимала его. И вот этой практике открытия помыслов, которая, в принципе, была даже каждодневной в монастырях, когда каждый день в конце дня монах приходит к старцу и говорит, «Отче, вот такой набор сегодня». Ну, он говорит, «Ну, пока нормально, почитай». Ну, то есть какая-то корректировка точная, уже регулировка точная, настройка. Вот. И у нас в чем-то сейчас современное положение, это вот синтез вот этих двух, потому что понятно, что примирить и соединить церковь, это надо, конечно, или убить кого-то, или там, ну, Христа предать, отречься, там сказать, «Я не христианин, я вообще не верующий», да, в угоду каким-то конъюнктурам политическим, социальным. Вот. И поэтому там такие слова есть, «Примири и соедини церковь», потому что ты оторвался совсем. Вот. Я просто поясню, здесь речь идет о разрешительной молитве, одной из фраз которой является «Примири и соедини его, святей твой церкви». «Его» — это того, кто кается. Мы эту фразу произносим до сих пор, вот. Это как раз воспоминание вот той ситуации, когда реально человек был оторван. Ну, и сейчас она, конечно, есть. Приходит и убийца там может покаяться в грехах, и кто угодно. И вторая ситуация, когда, да, мы просто живем в повседневной жизни и ощущаем вот те зазоры, где мы от Христа далеки. Конечно, это тоже таинство покаяния. Поэтому, скажем, для меня, ну, нет того, что это деградировало там или исказилось. Я это воспринимаю как, ну, развитие, как живое развитие живого церковного организма. Когда человек... Все-таки мы живем в очень быстром темпе. И вот для того, чтобы... Бывают же такие перегибы, когда человека отлучают, да, как это тоже ведь в ранней церкви, отлучить от причастия было очень сильным дисциплинарным влиянием, потому что люди причались несколько раз в неделю. Нам трудно это как бы понять, но несколько раз в неделю человек принимал причастие, тело и кровь Христова. Как сейчас на данный... Для него даже месяц лишения причастия был существенным. Если сейчас человек просто приходит к покаянию впервые, конечно, этого делать уже нельзя. И поэтому вот какие-то, может быть, чины долгие подготовки, да, там, посыпание пеплом, припадание там, они, конечно, уже, ну, в чем-то неуместны. Вот. Но в любом случае, да, наша подготовка, наше стремление ко Христу, они так или иначе в каком-то движении, в каких-то делах должны выражаться. Спасибо, отец Николай. Время нашей передачи подошло к концу. Одно осталось неизменным, возлюбленные во Христе, братья и сестры, что целью всего того, что мы делаем, вы делаете в храме, в церкви, должен быть Христос. Не психотерапевтические какие-то... решения психотерапевтических, какие-то там проблем своих психологических, не консультация по юридическим и прочим каким-то вещам происходит во время Таинства и Исповеди. Идет человек ко Христу, и Христос должен быть целью покаяния. Должно быть живое ощущение того, что грех меня... Это не просто некая преступленница против нравственного закона, о котором говорится в Евангелии. Грех меня просто разлучает со Христом, он меня дистанцирует от него. Не Христос дистанцируется от нас, я добровольно сам беру, вытягиваю руку и скажу, «Господи, погоди, это я сейчас для себя поживу». И вот в этом в первую очередь и нужно каяться. Грядет пятница, грядет общая исповедь. Те, кто никогда не каялся, может быть, есть повод переступить впервые церковный порог. Всех вас ждем и переживем действительно подлинное, настоящее единство и братство. Храни всех вас Господь.